Регион празднует победу. В Искитимском районе сегодня вспоминают земляков, которые боролись за мир в сороковые и поддерживают бойцов, что сейчас на передовой и с кем нам всем вместе предстоит встретить будущую победу. На районном празднике побывал Станислав Длинов. С Днем Победы! Скажите, с каким настроением День Победы встречаете? Волнительным, со слезами на глазах, без памяти о погибших наших, о памяти о войне и будущего-то не будет. На площади перед Евсенским Домом культуры многолюдно гости собрались из всех муниципальных образований района. Для тех, кто постарше, культурная программа, для тех, кто помоложе, показательные выступления и мастер-классы. И для всех полевая кухня. Отходи, кто первый, порции двойны! Сердце, кости, нервы будут, как стальные! Ученики 4-й школы Ленева уже два года заняты волонтерской работой и на своей площадке рассказывают, как сделать окопную свечу или сплести маскировочную сеть. А можно подписать открытку для бойца на передовой спецоперации. Мы не можем им помочь рядом, то мы им помогаем морально и как-то физически можем помочь. И я думаю, что когда они это все дело читают, то им приятно от наших слов, что мы не забываем про них, мы всегда рядом с ними. А курсанты военно-патриотических клубов демонстрируют образцы снаряжения и оружия. На выставке не просто музейные экспонаты. Почти все можно потрогать, подержать в руках или примерить. Подходят люди, спрашивают, мы рассказываем. У нас практически каждый это все умеет разбирать, собирать. Торжественный митинг накануне Дня Победы в Искитимском районе проводят уже второй год по инициативе районных властей. Здесь считают, Победа это не только 9 мая, а навсегда, пока жива память о подвиге и о тех, кто принес мир на нашу землю. Пока мы едины, мы непобедимы. Поэтому вся страна должна быть вместе, вся область должна быть вместе, весь район должен быть вместе. Мы говорим о том, что победа будет за нами в любом случае. С каждым годом непосредственных свидетелей этих грозных военных лет становится все меньше. В Искитимском районе один участник Великой Отечественной и 12 детей войны. Везде чествуем своих ветеранов, мы помним о них, мы помогаем им, очень сильно помогаем. И каждый, кто бы к нам не обратился, каждый получает помощь. Но в наши дни праздник 9 мая приобрел особое значение. Отдавая дань прошлому, ждут будущей Победы. Сегодня нашим солдатам придется доделать, еще довести до логического завершения, победить наконец-то уже окончательно. Те же самые интересы, ту же самую страну, по сути, защищают. Да, и все то же самое происходит, повторяется. И среди гостей торжественного митинга несколько участников спецоперации. Раньше вот работал водителем, не понимал вообще, как это и что. Сейчас вот совсем поменялись жизненные вот эти вот ситуации. Теперь понимаешь, как там деды наши чувствовали себя. Завершился торжественный митинг концертом на сцене Евсинского дома культуры. А 9 мая жители каждого сельсовета будут отмечать День Победы у себя дома. Мир наступил 9 мая. С Днем Победы! Станислав Блинов, Константин Менин. Новости ОТС.